Всем привет, с вами Вегений, и сегодня мы будем с вами разбираться с очень сложным, я бы даже сказал, коварным немецким глаголом Lassen. А коварный он именно потому, что он, ну, постоянно используется в немецком языке, он очень нужен для языка, нужно действительно хорошо им владеть. Но при этом часто бывает, ну, совершенно непонятно, как же он переводится на русский язык. К значениям глагола Lassen мы еще перейдем, начнем с простых, закончим сложными, но перед этим давайте разберемся с формами этого глагола. Как обычно, я очень хочу, чтобы вы четко представляли себе три базовые формы. Инфинитив Lassen, Präterit Lies и Perfect Hat Gelassen или Hat, потом какой-нибудь инфинитив и потом Lassen. Помните? Точно так же, как у нас было с глаголом werden. И я специально, специально не говорю вам сейчас, как переводится глагол Lassen, потому что значений много, они очень разные, и об этом мы поговорим позже. Сначала просто формы. Вспоряжение в Презенсе. Ich lasse, du lässt, er lässt, wir lassen, ihr last, sie lassen. Здесь на что надо обратить внимание? Ну, только на то, что у нас появляется умлаут во втором и третьем лице единственного числа. Все остальное по стандарту. Дальше Прäterit. Особая форма Прäterита Lies, ich ließ, du lässt, er lässt. И обязательно помним, что в Прäterit всегда у всех абсолютно глаголов первое и третье лицо в единственном числе совпадают. И что касается устной разговорной речи, ну и вообще, в принципе, обычной речи, в том числе и письменной, на самом деле, на немецком языке, то Lies, именно Прäterit от этого глагола, встречается крайне редко. Поэтому, пожалуйста, в первую очередь, знайте четко, как от глагола lassen будет перфект. Здесь, в общем, довольно просто. Всегда вспомогательный глагол с lassen – это haben. Никогда не будет sein. Ich habe gelassen, du hast gelassen, er hat gelassen и так далее. И особенность, о которой мы уже говорили, если у нас идет перфект с инфинитивом каким-то зависимым, то есть есть от глагола «lassen» зависимый инфинитив, значит, у нас будет не gelassen, а просто «lassen». И вот примеры. Ich habe mich taufen lassen. Du hast dich taufen lassen. Er hat sich taufen lassen. Wir haben uns taufen lassen. И так далее, и так далее. Вот здесь вот возвратное местоимение «mischlich sich» – это чисто от глагола «taufen». Мы бы могли какой-нибудь другой пример написать с каким-то другим инфинитивом, и здесь было бы все чуть-чуть по-другому. Но самое главное, что lassen как был без «g», так он без «g» и останется. Ich habe es in machen lassen. Дословно это будет переводиться. Я позволил ему это сделать. Вот, собственно говоря, и все. Больше с формами не должно возникнуть никаких проблем. Теперь значение глагола «lassen», и здесь у нас два больших блока. Первый блок – это lassen без зависимых инфинитивов. В каких значениях этот глагол употребляется просто сам по себе? И здесь, естественно, везде, поскольку инфинитивов нет, у нас перфект будет обычный, без каких-либо особенностей. То есть вот этот наш. Ich habe gelassen. И первое, самое базовое и очень нужное значение. Обязательно знайте, что такое значение у глагола «lassen» есть. Оно очень часто используется. Оставлять что-то где-то. Например. Ich lasse immer meine Kopfhörer zu Hause. Я все время оставляю свои наушники дома. Если бы мы хотели сказать в перфекте «я оставил наушники дома», то это было бы «ich habe meine Kopfhörer zu Hause gelassen». Обычная, перфектная форма. Поехали дальше. Lassen Sie Kinder nie allein im Auto. Не оставляйте никогда детей одних в машине. Lassen doch. Daставь его. Was hat er dir getan? Что он тебе сделал? Дальше пример в перфекте. Er hat mich in unwissenheit darüber gelassen. Если дословно переводить эту фразу, то это будет «on оставил». Er hat gelassen. Оставил кого? Mich. Меня. Оставил где? In unwissenheit. В неведении. И darüber. Это über плюс das. Слилось вместе. Получилось darüber. То есть по этому. По этому поводу об этом. То есть он мне этого не рассказал. Он оставил меня на этот счет. По этому поводу в неведении. Вот так будет переводиться. Это, в общем-то, можно сказать, что устойчивое выражение. Jemandin in unwissenheit über etwas lassen. Оставить кого-то в неведении по поводу чего-то. Следующий пример. Er kann von diesem Mädchen nicht lassen. Он никак не может оставить. Вот здесь немножко трансформируется значение. И мы это переводим обычно какими-то другими русскими глаголами. Но смысл все равно тот же самый, что человек не может оставить чего-то, что-то, не может оставить обычно какую-то свою зависимость или кого-то. В данном случае, допустим, человек влюблен в девушку. Она ему уже сказала, ты мне неинтересен, пожалуйста, не преследуй меня, не ходи за мной. И вообще у нас с тобой ничего не получится. А он не может никак отпустить. Не может никак отпустить. Он не может забыть этой девушке. Поэтому я перевел так. Но как бы не может перестать. Er kann sie nicht lassen. Er kann von ihr nicht lassen. И вот именно глагол lassen в этом конкретном значении, когда мы не можем избавиться от того, что нас влечет и пленит, Здесь у нас обычно lassen употребляется еще и с предлогом von. Ich kann von dativ nicht lassen. Я не могу избавиться от чего-то. Как пример можно было бы еще сказать Er kann von seinen Computer spielen nicht lassen. Он никак не может оторваться от своих компьютерных игр. Что-нибудь типа такого. Поехали дальше. Ich kann es so nicht lassen. Я не могу это так оставить. И дальше. Очень важное замечание. Часто путают. А вы, пожалуйста, не путайте. Bleiben. Это когда мы остаемся сами. Вот я сам остаюсь на месте. И lassen. Это именно переходный глагол. Оставлять что-то где-то. И два примера. В общем-то тот пример, который мы уже приводили. Но на контрасте с глаголом bleiben. Ich lasse meine Kinder nie im Auto. Я никогда не оставляю детей одних в машине. И наоборот. То есть дети не остаются никогда одни в машине у меня. Meine Kinder bleiben nie im Auto. Bleiben. Когда я сам остаюсь. Lassen. Это когда я что-то где-то оставляю. Дальше у меня несколько примеров в претеррите и перфекте еще будет. И здесь просто я хотел вам показать то, что смысловой разницы между претерритом и перфектом, конечно же, никакой нет. Ich ließ meine Kopfhörer heute zu Hause. Я оставил сегодня наушники дома. И ich habe meine Kopfhörer heute zu Hause gelassen. Тоже я оставил сегодня мои наушники дома. Между двумя этими предложениями нет никакой разницы. Просто вот это вот первое гораздо менее употребимое с претерритом, а второе с перфектом более употребимое. Вот и все. Разобрались. С первым значением оставлять. Перед тем, как мы продолжим, позвольте напомнить вам про шикарный сайт italki.com. Под любым моим видео в описании есть вот этот текст и вот эта ссылка. Если вы по ней переходите, то попадаете на мою партнерскую страницу и если вы именно через нее зарегистрируетесь на сайте italki.com и в течение 48 часов после регистрации купите что-нибудь, то есть больше чем на 20 долларов совершите оплату на этом сайте, то 10 долларов от меня вы получите в подарок. Я рекомендую этот сайт в первую очередь, потому что я сам им постоянно пользуюсь. Я им пользуюсь именно в качестве ученика, нахожу себе там преподавателей и занимаюсь иностранными языками. Поэтому еще раз невероятно рекомендую. И, кстати, если у кого будут проблемы с оплатой, потому что там с узких карт сложно оплатить, пишите мне в личку в Телеграме. Ну а мы возвращаемся к нашей теме. Второе значение – давать в пользование. Отдавать. Через lassen. Итак, поехали. Примеры. Ich lasse dir meine Kamera bis Freitag. Я отдаю тебе, позволяю тебе как бы воспользоваться своей камерой до Freitag, точнее, до Пятницы. Ich lasse ihnen meinen Ausweis als Pfand. Я отдам вам. Тоже как бы отдам в пользу, не предоставлю. Свой паспорт, meinen Ausweis als Pfand. Или zum Pfand, можно было бы сказать. В качестве залога. Далее поехали. Können Sie mir die Kopfhörer bitte etwas wie billiger lassen? Вы не могли бы отдать мне наушники немного подешевле? Это lassen. Здесь вполне употребимый глагол, когда мы что-то покупаем и просим продавца. Вот, например, продайте нам подешевле. То есть здесь lassen как синоним к продавать. Тоже есть такое значение. Может быть, не совсем оно входит вот сюда. Но, тем не менее, мне тоже захотелось вам о нем рассказать. Это все касательно lassen, как давать кому-то в пользование, отдавать кому-то что-то. Или, как вы видите, продавать. Тоже может переводиться. Следующее, третье значение – это пустить что-то куда-то. Здесь всегда речь идет о движении каком-то. Например, ich habe das Wasser in die Badewanne gelassen. Я дословно habe das Wasser gelassen. Пустил воду куда? In die Badewanne. В ванную. И заметьте, здесь у нас обязательно куда? In die Badewanne. Аккузатив. Именно потому, что вот это значение глагола lassen всегда подразумевает какое-то движение. Поэтому здесь, естественно, будет акузатив потом. Следующее. Die Kontrolle wollte uns ins Kino nicht lassen. Die Kontrolle, то есть контроль, то есть люди на контроле, которые билеты проверяют, контролеры, не хотели. Здесь у нас die Kontrolle в единственном числе, поэтому единственное число у глагола тоже единственное число. Die Kontrolle wollte uns, Kontrolle не хотел нас куда? В кино пускать. Здесь тоже, видите, движение. Куда идти в кино? Поэтому ins Kino. Аккузатив. И последнее. Lassen Sie bitte meine Freunde rein. Пустите, пожалуйста, моих друзей внутрь. То есть дайте им войти. Здесь, конечно, zi с большой буквы. Я вот только что подчеркнул для вас во всех этих трех примерах есть указания на движение куда-то. In die Badewanne, ins Kino или rein. Итак, это были все значения глагола Lassen, когда у нас после него нету зависимого инфинитива. Следующее значение – это когда у нас Lassen вместе с зависимым инфинитивом употребляется. И первое значение – оно самое употребимое, самое распространенное, самое заковыристое и коварное. Вот именно это то, что нужно обязательно, очень четко осознать, знать, уметь употреблять. Без этого в немецком языке просто не выжить на уровне даже уже, ну, A2, может быть, еще можно выжить, но на уровне B1, B2 это уже абсолютно невозможно. Вам нужно четко, очень четко понимать, как глагол Lassen употребляется именно вот в этом своем значении. И здесь в чем сложность? У нас в русском языке вообще нету никаких аналогов вот этого значения, абсолютно. То есть здесь вот, если мы русские переводы посмотрим, глагол Lassen, он не будет переводиться ровным счетом никак. Никак. Итак, давайте погрузимся в примеры. Ich habe mir am Morgen die Haare schneiden lassen. Дословно. Я позволил себе утром волосы отрезать. То есть я утром постригся. Можно, конечно, сказать, что здесь Lassen как позволить переводится. Но мы же так по-русски никогда не скажем. Мы просто скажем, я утром постригся. И поэтому вот здесь вот из нашего русского предложения вот этот вот немецкий глагол Lassen, но он уходит просто. И вот если бы мы начали думать, а как же перевести на немецкий язык вот этот вот постригся? Я постригся, ты постригся и так далее. Вот здесь вот мы бы, если бы не знали, что здесь Lassen непременно нужен, мы бы никогда о нем и не вспомнили бы. А он здесь нужен абсолютно обязательно. Без Lassen вот это предложение по-немецки сказать, ну, просто невозможно. И таких примеров куча. Поехали. Следующий пример. Sie lassen sich scheinen. Es steht schon fest. Они разводятся. Это уже точно. И какое здесь везде значение? Давайте немножко вернемся. Суть глагола Lassen во всех примерах, которые мы сейчас будем приводить, это то, что мы просим какое-то третье лицо что-то для нас сделать. То есть мы не можем сами пойти и поставить штамп в паспорте. Нужен обязательно человек какой-нибудь, уполномоченный, который может это сделать. Мы ему говорим, сделай, пожалуйста, это для нас. И он для нас это делает. И поэтому разводиться, например, нельзя сказать просто активным глаголом. Нужно именно через Lassen, потому что есть человек, которому мы делегируем какое-то действие. Опять же, то же самое с стрижкой волос. Если бы мы сами себе волосы стригли, можно было бы употребить что-то другое. Но поскольку мы делегируем стрижку волос третьему лицу, которое нас стрижет, именно поэтому здесь обязательно нужно употребить Lassen. Абсолютно то же самое про крещение. Er will sein Kind taufen lassen. Он хочет покрестить своего ребенка. Но понятное дело, что он сам не священник, он сам не будет крестить. Если бы речь шла о священнике, например, там некий отец Алексей, вот именно он хочет этого ребенка покрестить. Он священник, он будет совершать это таинство. Тогда без Lassen, да. Also Vater Alexei wird dieses Kind taufen. Тогда нам Lassen не надо. Но в обыденном контексте, когда мы хотим сказать, что я покрестился, мы покрестили ребенка, или мы не хотим крестить ребенка, не знаю, что угодно, с глаголом крестить. Поскольку мы делегируем это действие священнику, здесь обязательно в немецком языке нам нужно употребить глагол Lassen. А вы мне скажете, подожди, 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 подожди. Разве нельзя сказать вот так? Ich wurde als Kind getauft. Я был крещен, будучи ребенком. Меня, будучи ребенком, крестили. И я вам скажу, да, да. Именно так и надо сказать. Пассивом. Что предполагает пассив в немецком языке? Пассив предполагает, что мы никак не участвуем в действии. И действительно, ребенок маленький, он еще не понимает, что с ним происходит. Он здесь является пассивным участником. Поэтому меня крестили в младенчестве или когда я был ребенком действительно будет в пассиве. Ich wurde als Kind getauft. Но если мы хотим сказать, что меня покрестили, когда мне было 18 лет, здесь Вот так сказать будет ни в коем случае нельзя. Вот здесь вот я напишу, что вот это предложение оно фальшь, оно совершенно неправильное. Потому что 18-летний человек уже абсолютно точно должен решиться на это сознательно. И он должен сам как бы своей волей уполномочить священника и его покрестить. И именно поэтому, если человеку там, условно, 18 лет, и он крестится, то тогда мы по-немецки это можем сказать только через глагол lassen. Поэтому вот вам правильный вариант. Ich habe mich taufen lassen, я покрестился, als ich 18 war. Поэтому, что касается глагола lassen, мы и инициируем действие, и одновременно делегируем его какому-то третьему лицу. Надеюсь, это понятно. Поехали следующие примеры. Ich muss morgen meinen laptop reparieren lassen. Мы по-русски скорее скажем, мне нужно завтра отдать ноутбук в ремонт. Здесь вот lassen, например, переводим как отдать. Но если максимально дословно, то я должен завтра свой ноутбук отремонтировать позволить. Репарieren lassen. Еще примеры. Такие очень ходовые, очень используемые в немецком языке. Sie lässt dich herzlich grüßen. Дословно. Она позволяет тебя сердечно поприветствовать. Это то, как немцы передают друг другу приветы. Sie lässt dich herzlich grüßen. Она передает тебе большой привет. Der chef hat mich in mitteilen lassen, dass bla 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 bla. Что-нибудь там можем продолжить. Следующий пример. Здесь у нас немножко сложная форма, потому что в перфекте. Но не пугайтесь этого. Der chef hat lassen. Дословно. Шеф позволил. Что? Mitteilen. Сообщить. Позволил сообщить кому. Кому шеф делегировал это действие. Me. Мне. И сообщить кому. Innen. Вам. То есть, шеф попросил меня сообщить вам. Das. Бла-бла-бла-бла-бла. О том, что... Ну, я уже здесь не стал придумывать, о чем он там хотел сообщить. Это нам и не важно. Самое главное, что здесь у нас ласон используется в таком же контексте, в таком же ключе, как и во всех остальных примерах, которые у нас были выше. То есть, шеф сообщает не сам, не самолично, а делегирует это действие кому-то, в данном случае месь мне, и я уже это делаю. Я считаю, что вот это значение самое важное значение глагола ласон, поэтому очень вас прошу в комментариях напишите примеры как можно больше разных примеров с глаголом ласон именно вот в этом вот значении. И под комментарием каждого человека, который в течение первых там пару дней напишет мне предложение с глаголом ласон в этом значении, я постараюсь обязательно дать свой комментарий. Если вдруг было неправильно исправлю, если какие-то будут вопросы, обязательно отвечу. Так что в комментарии пишите. Буду очень-очень рад почитать ваш пример. Ну, а мы поехали дальше. Следующее значение. Тоже очень важное, не сильно менее употребимое, чем первое, но гораздо более понятное нам как русскоговорящим, потому что здесь у нас нету такой сложности большой в переводе. Ди мута вот это вот пример немножко такой сложный, это уже пример, который граничит с таким устойчивым выражением, и дословно это переводится вот как. Он не позволяет себе ничего сказать. Элэстсич нихц загн. А переводится это более литературно. Он воспринимает все в штыки. Он не позволяет себе никакого слова упрёка, никакой критики в свой адрес, он не терпит. Как вы видите, поскольку глагол лассен очень употребимый, с ним очень много вот таких вот устойчивых интересных выражений, фразеологизмов и так далее. Ну а мы поехали дальше. Третье значение глагола лассен с зависимым инфинитивом. Что-то можно или нельзя сделать. И здесь, как вы видите из примеров, нам нужен всегда не только инфинитив глагола, например, там шлисен, лейзен, пиантвортен, но еще и обязательно возвратная частица. То есть здесь всегда вот в этом значении, когда что-то можно или нельзя сделать, всегда глагол лассен с возвратной частицей с сих. Das Fenster lässt sich nicht schließen. Окно не закрывается. Das Buch lässt sich sehr schnell lesen. Книга читается очень быстро. То есть эту книгу очень быстро можно прочитать. Die Frage lässt sich einfach beantworten. Вопрос легко отвечает сам. Мы так никогда не скажем, поэтому здесь у нас единственный вариант на этот вопрос можно легко ответить. Чаще всего lässt sich плюс инфинитив переводится именно можно или нельзя. Следующий пример. Das Programm lässt sich auf alle Geräte installieren. Эту программу можно установить на любые устройства. И последний здесь пример. Hier lässt sich leider nichts mehr machen. Здесь, к сожалению, нечего больше делать. Ничего больше не поделаешь. Обычно это тоже такой вот из разряда устойчивых выражений. Когда, например, там что-то сломалось и мы пытаемся и пытаемся и пытаемся отремонтировать и в итоге у нас ничего не выходит. Мы понимаем, что вещь сломалась окончательно и здесь уже ничего, к сожалению, с ней не сделаешь. Проще выбросить и купить другую. И вот именно в этом контексте немцы скажут hier lässt sich leider nichts mehr machen. Тут ничего больше не поделаешь. Ну и последнее значение, которое самое неважное, потому что вот эти все смыслы всегда можно передать по-другому без глагола lassen совершенно спокойно, но и с lassen тоже можно. Давайте что-то сделаем, давай что-то сделаем и здесь мы можем обращаться либо к человеку на ты, либо к группе на ты, либо на вы. Поэтому у нас здесь три примера. Когда мы обращаемся к человеку на ты, мы ему скажем las uns ins restaurant gehen. Las. Именно вот такая форма. Императив к единственному числу второго лица это las. Las uns ins restaurant gehen. Пойдем в ресторан. Давай пойдем в ресторан. Если мы говорим группе людей, с которыми мы на ты, то у нас появится te окончание, потому что оно нужно именно из-за того, что мы имеем в виду подразумеваемое здесь здесь местоимение виднеется уже наконец-то появляется. Если здесь, как вы видите, в примере местоимения ио нет, и вот в этом примере тоже местоимения ду нет, то в этом примере местоимение зи появляется. Это зависит от того, это связано точнее с тем, что в императиве всегда, когда мы обращаемся неформально, мы подлежащие как бы вот местоимение ду или ио, мы его не используем в предложении. А когда мы уважительно к кому-то обращаемся императивом, то тогда вот это зи всегда присутствует. К группе или к одному человеку на вы давайте уже начнем ужинать. Лассен си унс шон мидим абенд эссен begin Вот такой вот пример. Ну вот мы с вами и разобрали все моменты сложные, легкие по поводу глагола лассен и после этого видео у вас уже не должно быть с ним никаких проблем. На этом все. До скорых встреч. Auf Wiedersehen. Tschüss. Всем пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok